Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Продолжаем тему прямых эфиров или по современному стриму. Лично я люблю OBS Studio за максимальный контроль эфира, ссылка в описании. Но если вам лень разбираться с OBS, то вот вам StreamYard. StreamYard — это платформа для организации прямых эфиров и главное его достоинство — запредельная простота использования. Вот просто любой человек может взять и запустить прямой эфир почти как Навальный Лайф. Конечно не совсем, но почти. Второе достоинство — наличие бесплатного тарифа, к сожалению, с рядом ограничений. Выбираем площадку, на которую будем транслировать. Я ограничусь YouTube. Вообще при внешней простоте функционал тут весьма обширен, а значит эта тема не для одного скринкаста. Поэтому посмотрю за реакцией и может быть сделаю продолжение, где разберу StreamYard более детально. А пока просто обзор. Пропустим прямой эфир и сделаем просто запись. Кстати, это платная фича, но нам она доступна в течение 7 дней. Название, разрешение на использование камеры микрофона, проверка связи и имя, под которым вы появитесь в эфире. Не обращайте внимания на антураж — это я на даче. Чего и вам желаю. Все. Добавляем себя в эфир. Тут у вас будут собраны все источники, которые можно добавлять в эфир. Пока тут только моя камера, которую я, пожалуй, отключу, дабы не смущать зрителей. Так, пройдемся по этим закладкам и, во-первых, у нас тут есть настройки. Качество вещания. Настройки камеры, если у вас их несколько. У меня их несколько. Сейчас разморожу, чтобы было понятнее. Вот. Надо сказать, что внешнее, не встроенное в ноутбук куда приятнее. Здесь же аудио, грин-скрин, то есть вырезание объекта в реальном времени и выбор бэкграундов. Но меня он вообще не может вырезать, не понимает он сложного набора цветов на занавеске. Отрезает все, поэтому экспериментировать с хромакей мы не будем. Ну и все с настройками. Ну то есть не все, но для ознакомления этого достаточно. Тут мы можем отключать и включать микрофон, тут настройки камеры микрофона, тут можно расшарить экран и тут пригласить кого-то к проведению совместного эфира. Про соведущего сейчас расскажу, а пока быстро пробежим по закладкам правой панели. Тут баннеры. Это то, что вы можете запускать в процессе трансляции. Создаете какой-то баннер или несколько и потом в нужный момент показываете и снова скрываете. К сожалению, к прямому эфиру нужно готовиться заранее. И вообще, дело это не простое. Дальше брендирование, то есть оформление трансляции. Почти все функции на бесплатном тарифе недоступны. Более того, вы еще и логотип StreamYard убрать не можете. А утка это очень мне не нравится. Да и вообще дизайн логотипа какой-то не очень. И тут приватный чат для тех, кто находится в прямом эфире. То есть ведущие могут общаться между собой. Удобно кстати, это хорошо, что они об этом подумали. Но у нас пока общаться некому, поэтому я, пожалуй, приглашу соведущего. Это тоже весьма удобно. Никаких дополнительных приложений. Все работает из браузера. То есть отправили ссылку, человек по ней прошел, разрешил использовать камеру-микрофон и он в эфире. Причем я сейчас захожу с телефона. Вот так это выглядит для второго ведущего. У него тут тоже есть возможность контролировать свое появление в эфире. Ну то есть отключить камеру, отключить звук и так далее. Но он все-таки лицо пассивное, а то, что происходит в эфире, решаю я. Вот я добавил себя в эфир. Вот добавил его. И дальше я могу рулить. Вывести себя одного. Вывести нас двоих. Вообще на бесплатном тарифе тут можно вывести до шести пользователей. Можно изменить вид или, например, замьютить второму спикеру-микрофон. Или вовсе удалить его из эфира. И дальше также несколько представлений с расшаренным экраном. Но это уже или в следующий раз или сами разберетесь. Последнее, наверное, главное – это как запустить эфир. Сейчас у нас тут только запись, но это легко изменить. Edit Broadcast to Vowa Lomov и название, описание и уровень доступа. Публичный – это стандартный прямой эфир для всех. Но я поставлю приватный, то есть только для меня. Все. Типа подготовились к включению и go live. Мы в эфире. Бинго! Вообще весьма и весьма функциональный инструмент. Можно сказать так – отличный комбайн для стримов. Все, любите друг друга. Увидимся в прямом эфире. Подписывайтесь на канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать утеплиться социальных технологий.